Друзья, всем привет! Меня зовут Паша Акстер, это Рома Конограин. Наконец-таки мы собрались вместе, чтобы предоставить вам невероятно крутой контент. В общем, опробуем сегодня Рому в роли малыша, прикиньте. Я буду сегодня оперным, музыкантом, малышом. Вы просто вообще разнос. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк, если вы хотите вторую часть. Ну, мне очень далеко до Рома добираться, поэтому надо много. Сколько? Ну, я думаю, 200 тысяч лайков. Ну, ребята, давайте, все зависит от вас. Если вторую часть хотите, так вот, давайте. Вы знаете, что делать. А когда посмотрите этот ролик, вторая часть на моем канале по ссылочке в описании. Поэтому переходите, смотрите. Но сначала это досмотрите. Все, ребята, не будем вас долго задерживать. Желаем вам приятного просмотра и погнали. А, не забывайте, у нас телеграм-каналы есть, мы там много всего интересного выкладываем для вас, а вы не смотрите. Поэтому ссылочка в описании, тоже подписываемся. Все, погнали смотреть. Требуется тенор и бас педагоги по удару. Так, не то. О, смотри. Требуются музыканты в ресторан. Давай. Давай. Тамбов. Тогда пофигу, как говорится. А скажем, давай, давай. Все, так, вот это. Здравствуйте. Здрасте. Вы так не крестите только на нас. Страшно даже. Мы к вам устраиваться. Вы ко мне устраиваться? Вам сколько лет? Нам уже много. Мы, это, к вам выступать в ресторан. В ресторан? Меня зовут Паша. Это Рома. Короче, мы играем на гитаре. Он поет. Я играю на гитаре. Вот. Я хожу в музыкальную школу 4 года. Рома ходит 2 года. А мы... Я же придумал. Что я там придумал? Что еще? Мы коммуникабельные. Нам можно меньше платить. И мы веселые. Очень стрессоустойчивые мы. Стрессоустойчивые мы. И что-то еще было. Что-то было. Там написано. А, музыкальное образование еще есть. Ну, пока почти законченное, но пока есть. Вот. Ой. Ребят, я ищу профессиональных музыкантов. Да, это мы. У меня новый ресторан открылся. Вот. И поэтому мне... Вот. Понимаете, вы мне не подходите. А, смотрите, мы круто... Ну, у нас номер, мы подготовили. Мы сформированный дуэт. Да. У нас название есть. Можете нас объявлять. Выходит Паша Рома. Вот. Ребят, не, поймите меня. Я не хочу вам нагрубить, но поймите. Я ищу профессиональных музыкантов. У меня большой ресторан. Туда ходят влиятельные люди. Моего города. И мне нужно шоу. Каждый раз. Да, мы делаем шоу. У меня не детский праздник. Вот. Поймите, пожалуйста. А давайте мы вам сыграем. Нет. Вы нас сразу возьмете. Ой, ребят, прошу прощения, но нет времени. Я сейчас как раз занимаюсь поиском артистов для своего ресторана. Так что, простите, давайте вот... Вы можете таким успехом... Мы сейчас начинаем петь. Мы вам сейчас сыграем, вам понравится. Давай. Нет, ребят, спасибо большое. Давайте. Да, да. Сейчас, давай. Блин. Скинул. Давай перезвоним. Ты классный мужик вообще. Алло. Ребят, ну я же вам сказал. Алло. Здравствуйте. Одну песню. Кто не понравится. Ну, если не понравится, то не понравится. Просто послушайте и все. Да, мы так готовились. Можно мы просто одну песню? Мы ради вас готовились всю ночь. Ладно, давайте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это ты действительно так поешь? Ну вот, я так готовился, да. Это вот он в музыкалке поет так. Он у нас, мама говорит, он одаренный. Ну, понимаете? Блин, круто. Слушайте, я, возможно, подумаю над вашим предложением. Может, приглашу вас на какой-нибудь банкет, чтобы вы там попробовали, спели. И заплатите нам даже, да? Ну, возможно, да. Слушайте, ну, классно у тебя получается на самом деле. Ну, согласись, если ребенок так споет, это все удивятся. Если это действительно ты поешь и там без всяких... А ну-ка, докажи, смотрите. Давайте я могу без гитары. Ну, точно ты поешь? Это я пою. Ладно, не кричи. Кричи так. Блин, молодец, молодец. Вот. Ну, то есть, можно будет у вас выступить? Да. Ну, давайте попробуем с вами договоримся на какой-нибудь день, и вы приедете и выступите. Хорошо. Вот этот вот адрес, который... Сейчас, секундочку. Подождите. Приехать. Вы только с родителями приезжайте, а то вы все-таки маленький. А вы что? Смотри. Вы из Тамбова, что ли? Да. Там же все указано. А мы-то из Москвы. Блин, сорвалось. Чего-то я не посмотрел. Ну, ладно. Ё-моё. Ну, ну чё, всё. Ребята, у вас всё впереди. Москва город большой, у вас всё получится. Спасибо. Ну, к сожалению, тогда мы вынуждены вам отказать. Ладно. Ну, если что, мы вам перезвоним, хорошо? Отказывайте. Давайте, да, до свидания. Давайте, ребят, счастливо. Рома. Ммм. А это, а спой, ты можешь Сидую Ночь спеть так же оперно? Ахрена. Ну, спой. Ну, давай. Ну-с. Снова Сидая Ночь, и только ей доверяю я. Смотри, а ты знаешь, что можно то же самое сыграть просто фингерстайлом? Прикольно. Прикольно. Как ты так играешь? У тебя же есть академия, да? Где ты так учишь? Да, прикинь, у нас уже больше шести с половиной тысяч учеников вообще по всему миру. Ну, прикольно будет так попробовать научиться играть. Дай же ссылочку. Да, короче, с 10 по 12 февраля я провожу вообще такие типа бесплатные онлайн мастер-классы, где гарантированно за три дня научу любого играть. Вообще, даже кто первый раз гитару в руки взял. Смотри, что мы будем учить. То есть человек пришел первый раз вообще, а гитару взял... Бесплатно. Бесплатно. То есть я могу взять, пройти и сам тоже посмотреть. Да, вообще. Главная гитара нужна, но об этом мы расскажем, где взять гитару. Вот, и гарантированно вот с нуля абсолютно любой уровень вот так научится играть. Круто же. Очень круто. Поэтому приходите, а пока есть время еще до мастер-классов, даю вам подарочек. Это три урока, чтобы немножко подготовиться к этому мастер-классу. Ну и также мы, прикинь, разыгрываем 10 гитар среди всех участков мастер-класса и сертификат на 111 тысяч рублей в наш музыкальный магазин. Короче, круто. Очень круто. Реально круто. Все, значит, регистрируйтесь, ребята, по ссылке в описании на мастер-класс и будем учиться круто играть на гитаре. Нет, кроме шуток попробую перейти, попробую тоже. Давай. Это мой младший брат. Привет. Это вот Рома. Рома, Рома, здравствуй. Я Маша. Будем с тобой смотреть, что умеешь, и в дальнейшем посмотрим, как и что. В общем, у нас музыкальная семья. У нас все на чем-то играют, что-то делают. Вот только он один балбес, пока ничего не делает. Хотим, чтобы он научился петь. Меня всегда обижают. Да, неправда. Хотим, чтобы он научился петь что-нибудь такое. В общем, у него есть какой-то прикол, он любит сказки. Мы хотим, чтобы он что-то нормально петь. Понимаете, я на гитаре играю. Мне родители сказали, заставь его куда-нибудь пойти. Пришли в музыкальную школу. Он заходит, потом выходит с преподавателя вокала и говорит... Как ты говоришь? Я ходил, там дядя, он как-то не так пел. Он мне говорит, вот так, пой. А что значит не так? Тебе не нравится? Ну, как-то так, открой рот, открой рот, открой рот, говорила. А как ты закрылся петь? Ну, нет. В общем, он мне показал, как петь. Я вот научился, как он. В общем, ему надо же по-другому было. Ну, хорошо, смотри, давай мы с тобой какие-то упражнения базовые сейчас пройдёмся по ним, и ты мне покажешь, как тебя учили, что ты вообще умеешь. Давай? Понял. Он ещё немножко глуповат, поэтому с ним нужно почётче всему рассказывать, объяснять, разъяснять. Хорошо, смотри, мы сейчас упражнение... Нет, я не глуповатый. Хорошо. Тогда я... Она на меня говорит, а мама говорит, что я умный. Она говорит, что ты одарённый ребёнок. С причудой. Сейчас будто, знаешь, на взлёт, а потом она спускается. Сначала поднимается на горку, потом спускается с горки. Вот она, вот, да. Как машинка делает? Давай, покажи. Смотри. Всё. Да, ты уже умеешь петь, молодец. Нет, это вкусно как-то. Подождите, а я всё правильно понимаю? Нет, вы его петь учите. Ну, сначала нужно какие-то... Я просто хочу послушать, что он умеет, вот, и чтобы связки разогрелись, и дыхание... А, я понял. Ну, может, недопонимание возникло. Ну, я понял, хорошо. Ага. Ещё одно упражненько, быстренько. Ой, представь, что это свечка, смотри. Представьте, Рому, что вы обижаете. Давай. Вот, свечку. Резко. Резко. И всё, мы поднимались. Это так скучно. Сейчас начнётся. Я вообще хотел бы сказки петь, а он хочет, чтобы я... Со своими сказками достал уже. Сказки хочешь? А что плохого? Вот это, например, эта песня от Трубадура или... Или что-то такое сказочное, это же прикольно всегда. Ну, вот я одну песню выучил, чтобы спеть, а он хочет, чтобы я другую песню пел. Вот. Ну, давай сначала послушаем, которую ты хочешь, потом то, что брат... Ну, мы вообще... Я на гитаре играю, я говорил. Он любит сказки всякие. Вот, мы с ним так уж и это... Вот, разучили сказку какую-то. Вот, он выучил сказку про Колобка. Вот. Про Колобка. Заучили. Вот они с этим преподавателем как раз разобрали. Это дядя мне говорил, как петь. Вот. Ну, то есть он решил сказки петь. Обычно их там читают, а он их решил петь. Ну, вот. Всё, всё? Готов? Наш. Смотри, не забывай. Как учил ли тебя? Глаза пошире. Глаза пошире, чтобы все видели твои вот эмоции. Вот. Рот пошире тоже открывай, чтобы звук понял, он улетал вперёд. Вот. И, ну, нормально делай, нормально будет. Давай. Спрашивай. Где-то в деревне Березино, где жили бабка с дедушкой. Из булочной сделали казино, а им так хотелось хлебушка. И вот они тряхнули стариной, и колобка слепили. Вложили в него дрожжи и вино, а уважения к старшим не вложили. Ушел от бабушки, ткнув плечом при выходе. Ушел от дедушки, и прихватил их пенсию. Вот такие сказки мне нравится петь. Ребят, ну, у вас там явно какие-то приборы. Ну, фонограмма или что-то такое. А ну-ка спой без гитары. Нет, это я пою. Нет, это правда он поет. Кто может, чтобы ребенок так пел? А что тут петь-то? Он просто орет. Нет, у нас нету фонограммы. Я пою так, я могу без гитары. Хотите попробую? Ну, ладно. Где-то в деревне Березино, где жили бабка с дедушкой. Это вот я пою. Из булочной сделали казино, а им так хотелось хлебушка. Точно ты поешь? И вот они тряхнули стариной, и колобка слепили. Вложили в него дрожжи и вино, а уважение к старшим не вложили. Ушел от бабушки. Вот это я. Ну, хорош. Толкнул плечом. Хватит орать, все. Слушайте, а это нормально, что он трясется, когда поет? Не, ну, это может быть. Ненормально то, что ребенка... Ну, не то, что ненормально, я такое не видела никогда, что если вы меня реально не дурите здесь... Ну вот, так вот. Короче, нужно научить его петь. Как вы видите, петь он не умеет. Как это не умеет? Ну, если это реально никакие не обработки, я думаю, что тут уже... Ну, он просто кричит про колобка. Нужно научить его петь. Реально. Причем, ну, какие-нибудь классные песни. Там, знаете, солнце Монако. Вот, он хочет плохую музыку играть. Да, хорошая музыка. Люблю солнце Монако. Вот эту вот, классную. Вот, его нужно учить таким современным песням, потому что он позорится с этим колобком. Мне кажется, что надо петь, к чему душа лежит, честно. А как, как? Я преподаватель говорю. Как вам мой джаз? Что? Хотите хип-хоп? Да легко. А как вам такое? Да вообще легко. Знаете, с опытом все становится легко и просто. И даже такой сложный философский вопрос, а что подарить, я научился легко решать и сейчас научу и вас. Тут работает одно очень простое правило. Как говорится, не надо изобретать велосипед, когда все придумали за вас. Так и я. Делюсь с вами крутой идеей для подарка. Уже не в первый раз. Бесконечный фотоконструктор Маза Брик. Меня дернуло. Из любой своей фотки или изображения можно собрать вот такую пиксельную картину с помощью маленьких кубиков конструктора. Собирать можно что угодно. У меня уже был и Санта Клаус, и я под маской малыша, и мой портрет. В общем, что хотите. В этот раз я решил захватить Роме вот такой вот номики-наборчик, и он уже сам соберет, что захочет. Ему нужно будет просто загрузить какую-нибудь фотку или картинку на сайт mozabrik.ru, и все. Сайт выдаст ему подробную инструкцию по сборке, и можно приступать. Маза Брик бывает в трех размерах и двух цветовых гаммах. Это черно-белые и цветные, то есть бежевые. Можно даже взять несколько одинаковых и объединить их между собой, и получить картину хоть в полный рост. И что самое крутое, и невероятно практичное, это то, что можно разобрать картину и пересобрать из тех же деталек в любую другую картину по другой фотке. И так бесконечное количество раз. Маза Брик всего за три года из российского стартапа вырос в мировой бренд. Тысячи восторженных отзывов по всему миру, а это что тогда значит. А специально для вас по промокоду АКСТАР скидка 20% на все наборы на официальном сайте mozabrik.ru. Ссылка в описании. Переходите, заказывайте и радуйте своих близких. Дарить крутые подарки легко. Требуется настройщик пианино, помощник худрука, требуется музыкант в труппу в театр, 2Bist, концерт музыкант. Музыкант в труппу театра. Давай тебя гитаристом поставим. Ты думаешь в театр ищут гитариста? Я тебе говорю, я в Линкоме был, там прям вот группа играла. Давай попробуем. Давай. А какие, кстати, некоторые реально думают, что я репю? Алло, здравствуйте. 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 Молодые люди. Так, а где Павел? Это я. Это ты, Павел? Да, ну вот мы с вами переписывались. Не, ну, мне, честно говоря, казалось, что я как-то переписываюсь с более взрослым человеком. У меня, я просто умею по-взрослому общаться, у меня по-русскому 5 было, я все запятые ставлю, все как надо. Не, 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 подожди, дорогой друг. Давай мы немножко, как говорится, разъясним ситуацию. Я вижу у тебя гитара в руках. Я режиссер, я театральный режиссер. На моем счете уже множество постановок с участием, в общем-то, достаточно популярных артистов. И сейчас я готовлю точно такую же постановку тоже. Это будет танцевально-хореографическая история. Будут играть, будут участвовать танцоры. Я понял, я справлюсь. Спослые, опытные люди. Опытные люди. Сколько тебе лет? Он хороший музыкант. Мне уже 14 исполнилось. Все нормально, почти. Нет, 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 ты пойми. Ну, ребят, ну, это не серьезно. Вы несовершеннолетние, я не имею права как-то с вами что-то делать. До свидания. Подождите, стойте. Подождите, секундочку. Я играть на гитаре, ну, нормально умею. Он профессионал. И мне можно, я говорю, я просто поймите меня. У меня скоро день рождения. Я хочу себе на день рождения велосипед накопить. Вот, мне как раз 14 исполнится. И я, мне можно платить поменьше. Ну, там у вас указано, я могу меньше, там, можно в половину. Ребят, я, я все понимаю. У меня вот еще, вот, если вы видите, если вы не замечали, это вот мой брат. Вот. А мне, а мне уже скоро 15. Ну, чего ты врешь-то тебе? Да, прямо, ну, уже, уже скоро, практически, до пенсии осталось чуть-чуть, практически. Да, давайте я вам сыграю. Я специально для вас, для театра, разобрал, разобрал театральную песню. Слушайте, внимание, слушайте. Подожди, дружище, нет, ты можешь сыграть. Я тебя с удовольствием послушаю. Но обещать я тебе ничего не могу. Да, нет, обещать ничего не надо. Просто послушайте. Я ничего, зря вчера весь вечер сидел, разбирал. Он специально репетировал. Мы читали, что вас... Да, вас. Что с тобой делать? Сердце красавицы склонно к измене И перемене, и перемене На-на-на-на-на-ни-на-но На-на-на-ни-на-но И-э-э-э-э-э-ение Ю-Фа-ха-ха Ю-Фа Ю-Фаш Вот так вот Если что, это мой брат Он, я понимаю, что вам нужен гитарист Он просто так подпел у меня Ю-Фаш Он поддержит Так, ребята, стопе, я в состоянии катарсиса сейчас пребываю, честно говоря. Это что такое? Что такое катарсис? Типа круто, да? Не-не, я чего-то ожидал подобного, понимаешь, и у меня как-то в голове как-то мысль пробежала, что что-то там такое ждет. Короче говоря, из всех, кого я сегодня прослушал, что, пацаны, вы, конечно, вы красавцы. Все, нас взяли, ты посмотришь. Нас взяли. Вы красавцы. Во сколько приезжать? Подождите вы, подождите, нас взяли, нас взяли. Чисто из-за возраста я вас взять не могу. По закону не могу, потому что, ну, маленькие еще, ребят, понимаете, вам 18-ти еще нет, и мне, как это, фемида закон, меня за это по голове не погладят. По причине возраста. Нет, а так мы можем неофициально, всякие договоры не нужны, мы просто придем, выступим. Можно вот так, типа, не? Я буду петь. Ребят, давайте сделаем так. Я вас в любом случае вношу в список, вы в любом случае в моих контактах есть, а там дальше, как говорится, посмотрим. Ничего обещать не буду, но посмотрим, вы однозначно у меня на карандаше. Понял. Как-то так. Так что, нам приходить, нет? Ребят, я вам напишу. Понял. Когда адрес, типа, напишите, и во сколько приезжать, да? Напишу, все напишу, все напишу. Так, если что, мы завтра можем приехать. Нет, ребят, завтра, к сожалению, вот еще раз объясняю, по возрасту я вас взять не могу, понимаете? Никак, ни официально, ни неофициально. Я не имею права просто, понимаете? Это понятно. Мне то, что называется по-русски, мне по шапке дадут, понимаете? Понятно. Поэтому подрастите, как говорится, нужный возраст у вас придет, и в любом случае, если не в эту постановку, то следующие постановки обязательно будут. То есть через недельку, типа, где-то, или как? Ну, вы через недельку подрастете? Ну, я быстро расту. Вот такой вот видос получился, ребят, надеюсь, вам понравилось. Что ты вообще скажешь? Как тебе вообще в роли малыша? Блин, ну волнительно вообще. У них, конечно, шары вылазили, когда они слышали малыша с таким голосом. Тяжело было сделать так, чтобы они поверили в это все. Но роль вообще, как тебе вот быть таким малышом? Ну, знаешь, сложно. Вот Паша, кстати, я вам хочу сказать, просто молодец. Он прям вживается, все, актерский талант. Спасибо. Вообще, ставьте лайк ему, ребятки, по ссылке в описании вторая часть на моем канале. Там тоже крутейшие реакции. Поэтому переходите, да, смотрите. Вот, ну и надеемся еще раз, вам понравилось. До скорой встречи в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Давайте, пока.